Ас-саламу алейкум, рахматуллахи и баракатуху. Наверное, я вам уже надоел, уже 25-я ночь я с вами. Но потерпеть осталось 5 дней, иншаллах. Пройдет этот месяц. Но, иншаллах, это я делаю в первую очередь напоминание для себя. Когда я вам говорю, делаю напоминание для вас, это в первую очередь напоминание для себя тоже, чтобы я тоже так же поклонялся и делал то, что я вам говорю. Братья мусульмане, мы всегда должны помнить, что мы являемся рабами, но рабами Аллаха только. Мы не являемся рабами людей. Алхамдул-Лях, мы являемся рабами Аллаха. Тот человек, кто отказывается быть рабом Аллаха, он, несомненно, будет рабом кого-то. Или он раб президента, или он раб хозяина, или раб какого-то человека. Это естество, которое человек есть, и раб это есть. Но большая разница между рабом Аллаха и рабом создания Аллаха, субханаху ва-та'аля. Не будет рабом раба, будет рабом Аллаха, субханаху ва-та'аля. Из-за этого мы многих дуа, которые обучил нас пророк, субханаху ва-та'аля, месяца придет день праздника, запрещено вам поститься. Мы говорим, слушаем и повинуемся. Харам поститься. Итак, когда Аллах нам сказал, днем поститесь, ночью отпускайте уразу, мы говорим, слушаем и повинуемся. И также, если Аллах нам сказал бы, ночью поститесь, днем отпускайте уразу, это тоже делали бы. За то, что мы являемся рабами Аллаха, и раб должен слушаться своего Господа. Аллаха, субханаху ва-та'аля. Из-за этого, если мы не будем рабами Аллаха, мы окажемся рабами кого-то, или рабами денег, или рабами какого-то почетного, так называемого почетного человека. Аллаха, алхамду лиллях, мы мусульмане, не будем рабами, кроме для Аллаха, субханаху ва-та'аля. Так, за то, что мы являемся рабами Аллаха, и мы все приказы Аллаха слушаем, и стараемся их привести в делу. Если у нас не получилось, какие-то грехи сделали, сразу возвращаемся к Аллаху, говорим, «О, Аллах, Ты нас создал, мы Твои рабы, и я в том договоре, в том присяге, который я Тебе дал, и в том договоре, который я Тебе дал, сколько я смогу? Прости же Аллах, о, мой Господь, прости мои грехи». Вот так должны мы обращаться к Аллаху, субханаху ва-та'аля. За то, что мы являемся рабами Аллаха, мы должны почитать все, что почитал Аллах, субханаху ва-та'аля. Мы должны возвысить все, что возвысил Аллах, субханаху ва-та'аля. Аллах говорит в хадисах Кудсы, «Ассоуму ли, ва ана аджзибихи?» Саум, пост, это для меня, говорит Аллах, субханаху ва-та'аля, и я дам вознаграждение за него. Уважением к этому месяцу мы с радостью постимся, потому что мы знаем, сколько вознаграждений за это наше усердие. Испочтение, которое мы должны делать, это защищать свои части тела от харамного. Так как мы запретили себе то, что было халал, кушать и питье, в то время, которое Аллах, субханаху ва-та'аля, нам запрещал в дневное время, и также мы должны запрещать свой взор, чтобы они не смотрели кроме халала, не трогали руки наши, кроме халалной, и не ходили кроме дозволенного места. И в Рамадане мы должны это делать, и это мы должны продолжать после Рамадана, дорогие братья. Из-за этого, братья, будь всегда, как говорится, на чеку, чтобы тебя шайтан не обманул. Если как-то обманул и какие-то грехи сделал, сразу возвращайся к Аллаху, субханаху ва-та'аля. Сколько мы Аллаху не просили, Аллах любит этого. Чем больше мы просим Аллаха, тем больше мы приближаемся к Нему. Наоборот, когда мы сыновья Адама больше просим, один раз просили, два раза, третий раз уже надоедает, хватит, говорит, сколько я тебе дал. Но Аллах, субханаху ва-та'аля, наоборот. Чем больше мы просим, тем больше мы приближаемся к Нему. Делайте дуа, братья, поклоняйтесь Аллаху, субханаху ва-та'аля, и не забывайте нас, ваших дуа. Ва-с-саламу алейкум, ва-рахматуллахи, ва-баракатуху. ДИНАМИЧЕСКОМА Г Ber Resistance Субтитры сделал DimaTorzok